Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Избавляйтесь от мышления нищеброда, думайте как миллионер. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, я покажу вам свои сделки. И также мы посмотрим на Тесла. Закончился ли там буллран, или он будет продолжаться. Я так-то рассчитываю на продолжение роста, потому что было напечатано очень много денег. Процентная ставка увеличивается для того, чтобы сократить ликвидность на рынке. Не знаю, вы слышите или нет, но тут позади меня фейерверки какие-то. Короче говоря, никто не хочет работать, потому что у всех дофига денег, все богаты. ФРС увеличивает процентную ставку для того, чтобы займы были дороже, для того, чтобы уходила ликвидность с рынков. Они говорят, что они хотят побороть инфляцию, но на самом деле они хотят, чтобы вы стали беднее. Нужно, чтобы все вокруг были бедными, потому что все богаты, никто не хочет работать. И как это можно все пофиксить, нужно увеличивать процентную ставку, чтобы деньги стоили дороже. Они увеличивают процентную ставку, займы становятся дороже, людям становится дороже брать деньги в долг, и цены идут вниз. Но вообще-то это представляет из себя проблему, потому что экономика не растет, экономика переходит в стагнацию, экономика идет вниз. Хотя сейчас так много различных продуктов, товаров, сервисов, которые можно купить. Искусственный интеллект. Но я не знаю, поможет ли это все экономике или нет. Они напечатали так много денег, буквально триллионы долларов. Половину денег они добавили к тем, что уже находится в обращении. Но в то же время вокруг так много вещей, которые можно купить. Так много выходных, которые можно провести, куда-то поехать. Много программного обеспечения, искусственный интеллект, Тесла. Инфляция – это тоже часть товаров и услуг. Если у вас много новых продуктов, много новых сервисов, технологий, очки Apple, вам на самом деле нужно больше денег для того, чтобы все это покупать. И все это, по идее, способствует развитию экономики. Рынки должны расти. Мега-мега рост экономики. Но случится ли это в ближайшее время или нет, непонятно. Из-за войны между Россией и Украиной. Америка все-таки действует с оглядкой на эту ситуацию, учитывает эту войну. И вот все это может, конечно, замедлить прогресс. Но на рынке так много денег. Но я думаю, что все будет хорошо. Давайте перейдем на графики по битко. В этих видео я показываю, как я торгую, как я двигаю свои мешки денег. Айота плюс 6,22%, СМР плюс 4,95%, биткоин плюс 1,43%. Технический анализ я провожу на платформе TradingView. Ну, в общем-то, всему этому я обучаю на своих курсах по криптовалютному трейдингу. Ссылка есть в описании под видео. Давайте начнем с дневного таймфрейма. Одна свеча – это один день. Вы видите цену биткоина. Движение цены за последние несколько лет. Могли бы посмотреть всю историю, но здесь видно от 21 года до текущего момента. Я вижу на графике перевернутую голову и плечи. На своих криптокурсах я обучаю, что такое голова и плечи. Плечо, голова, плечо. А это хорошо, потому что можно рассчитывать на рост. И также вы видите, что биткоин находится внутри большого восходящего канала. Вот он. И обратите внимание на ценовую траекторию, вот эту желтую пунктирную линию, которую я проставил еще 6 июня. И биткоин идет четко по этой ценовой траектории. Я тут недавно давал торговую идею зайти в лонг на биткоине. И эта торговая идея отлично себя отработала. Вот эта тень на свече подхватила ордер, и биткоин пошел вверх. Поздравляю всех, кто зашел в эту сделку по моей торговой идее. На часовом стахастик в перекупленности уже. Сквиз моментум в зеленой зоне. На четырехчасовом стахастик вверх. Сквиз моментум красный будет переходить в зеленую зону. Я думаю, что биткоин пойдет вверх. Также надо отметить, что биткоин находится в волнах Эллиота. Пятая волна. Я думаю, что она закончится на отметке 33 тысячи долларов. Как работают волны Эллиота? Пять волн. Первая волна импульс. Затем коррекция. Еще один импульс. Самый большой. Затем снова коррекция. И пятая финальная волна. Тоже импульс. Но он короче, чем предыдущий импульс. Ну, это волны Эллиота. Но также нужно учитывать большой восходящий расширяющийся клин. И вот если биткоин пойдет к верхней границе этого клина, то там уже цель 38 тысяч долларов. Бычий флаг на графике. Волны Эллиота. Эллиота 33 тысячи долларов. Расширяющийся клин 38 тысяч долларов. Поздравляю, кто зашел в сделку, вы уже в профите. Но если вы еще не зашли в сделку, то вот вам следующая торговая идея. Я бы заходил от дневной поддержки. Это симметричный треугольник. Внутри него создается давление. Биткоин выходит вверх. Сначала ретест. Потом подтверждение. Подтверждение с хорошими объемами. И они вроде как и заходят. Так что я оптимистично настроен по биткоину. И вот такую сделочку можно было бы открывать на биткоине. Если вы еще, конечно, не зашли по моей предыдущей идее и уже не зарабатываете, то вот зайдите по следующей торговой идее. Если уже зашли, то переставляйте стоп-лосс в без убыток. Если вы не понимаете, что такое передвинуть стоп-лосс в без убыток, то добро пожаловать на мои криптокурсы. Ссылочка в описании под видео возле цифры 1. Хотя, я думаю, можно поднять цену входа на недельную поддержку. И, соответственно, поправите стоп-лосс. Вот такая торговая идея. Но она, правда, более рискованная получается. Более уверенный уровень поддержки все-таки находится ниже. Вот на дневной отметке. Отсюда все-таки лучше было бы заходить. Короче, вот такая сделочка на биткоине. Единственное, что тейк профит, давайте еще поставим куда следует. На верхнюю границу расширяющегося клина. Давайте его проведем на 38 тысяч. Вот такую сделку можно открывать на биткоине. Соотношение риск-прибыль 33.89. Я вообще не захожу никогда ни в какие сделки, если там соотношение риска-прибыли меньше трех. Ну а так моя цель делать тысячу иксов на каждой сделке. Я вот захожу на тысячу долларов и рассчитываю сделать тысячу иксов. Бля, посмотрите, какой закат. Посмотрите, какое небо. Ешкин ты хрен. Какая же красота. Ну ладно, давайте вернемся к трейдингу. Нужно ли мне удалить с графика предыдущую торговую идею? А я бы, наверное, и оставил, потому что многие не понимают, что я даю торговые идеи каждый день. Ну да хрен, с ним удалим. Вы, главное, не пропускайте мои видео, и тогда будете ловить все торговые идеи. Если бы вы все мои видосы смотрели, вы бы знали, что я начинал закупать с биткоин еще от 16 тысяч долларов. А в ноябре 2021 года я продал весь свой биткоин. И я был единственным во всем мире, кто тогда предсказал разворот рынка. Тогда так всем и сказал, рынок будет разворачиваться. Ну ладно, еще раз вернемся к трейдингу, к нашим сделкам. Цена входа тут 30 181, стоп лосс на 29 955 и тейк профит на 37 840 долларов. Да, МСРТ немного подрос, но РУ-82. Обязательно обратите внимание на токен МСРТ и на проект Мэджикрафт. У нас там охрененные новости скоро будут. Тесла вчера упала на 6%. Столкнулась с очень сильным сопротивлением. Но мы, конечно, это предвидели. Вы знаете об этом, если смотрите мои видео. Можно было бы уже продавать, но я не продаю. Я считаю, что у Тесла просто огромный потенциал, поэтому я держу. Тесла еще задаст жару, я в этом уверен. Может улететь в космос. Давайте посмотрим еще на недельный таймфрейм и вы сами в этом убедитесь. Посмотрите, какой канал формируется. Прикиньте, если это все действительно себя отработает. Вот такая история, если произойдет. 685 долларов может стоит Тесла 685 долларов за Теслу. И она это сделает по-любому. Но, конечно, хорошее время покупать Теслу было вот здесь, на 100 долларов. Именно там я брал. Но дальше, я думаю, произойдет вот что. Пойдем к этой трендовой линии. Там будет паника, все начнут распродаваться. А там хорошие возможности закупиться, на самом деле. Но это на мой взгляд. Опять же, напоминаю, что у меня есть курсы по криптотрейдингу, и все полезные ссылки в описании. Под номером 1 мои курсы по криптотрейдингу. Скоро выйдет еще один курс, который называется «Законы денег». И я рассказываю там, как приобрести мышление миллионера. Все это, основываясь на собственном опыте. Я сам миллионер, я путешествую по миру, посещаю самые престижные мероприятия. Меня везде приглашают. Я популярный. Я выступаю на конференциях. И вот этот курс «Законы денег» как раз для будущих миллионеров. Торгуйте на Баббит, регистрируясь по моей ссылке. Получайте бонус до 30 тысяч долларов. И присоединяйтесь к моему бесплатному телеграм-каналу с торговыми идеями. Там уже около 9 тысяч трейдеров. Присоединяйтесь вы, и будет еще больше трейдеров в этом комьюнити. «Посмотрите, это моя прибыль. В этот день я заработал 163 900 долларов. Тут 7 600 долларов я заработал. И также в этом телеграме есть скрины с прибылью подписчиков. 252% прибыли. 58 338 долларов кто-то заработал. 83%, 30%, 100%. Короче говоря, тут очень много трейдеров зарабатывают очень большие деньги. Тут кто-то заработал 69 500 долларов. И вот этот чел, кстати говоря, использует Баббит, но децентрализованный вариант, который называется Apex. Это децентрализованная биржа. Ну что ж, спасибо, что посмотрели это видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. С вами был Джеймс Криптогуру. Учитесь, смотрите мои видосы, проходите мои курсы, присоединяйтесь к моему телеграмму, обратите внимание на токен MCRT. Но это не финансовый совет. Проводите свои исследования, принимайте свои решения. Я просто показываю то, что я делаю на рынке со своими деньгами. Всем хорошего дня и увидимся завтра.